всем добрый чего у вас там вот на таком интересном как его назвать кадре я бы хотел пообщаться насчет насчет темы спортивных комментаторов ребят не обижайтесь но как бы это мое личное мнение я его высказывать хочу потому что есть мысль есть такой футбольный обозреватель не знаю журналист он или кто михаил барзыкин хэл барзыкин идет на канал канал на ю тубе и он как бы размышляет о футболе я не раз сталкивался с тем что барзыкин постоянно ошибается неправильно интерпретирует и неправильные оценки дает я многократно замечал за ним то что он немного не попадает ни в ногу вот есть например канала андрея колесника он как-то больше внимания уделяет и деталям и поменьше старается давать оценочных суждений но не знаю может быть и мало смотрю но безусловно и там присутствует но там присутствует скорее размышления в то время как барзыкин сейчас выезжает на том что пивко стримчики донатики давайте-ка ребята задонатим мне почему бы и нет вы мне задонатить и я вам типа расскажу сейчас как все это все плохо маты курение на на стримах где он точно знает будут дети потому что у нас очень много детей увлекается футболом подростков хотя курение пивко много-много матов все плохие почти там не знаю через видео обсуждения того какие все днище какие какой какие все отстой какие все тупые какие все не знают недалекие ведун там него плохой или еще что-то вроде того то есть человек фактически на 99 процентов нет хорошо на 90 процентов все-таки журналист вроде выезжает на таком быдло футболе сейчас эту по барагожу по быдлячу пивка попью сигаретку закурю всех пошлю в одно место ну в смысле футболистов футбольных функционеров разнообразных а вы заходите заносите баблишко и вот как бы борзыкин с одной стороны да и колесник тоже в принципе и с другой стороны вот как бы но более скажем так светлая сторона этого же в принципе явление вот ребята формула для всех пожалуйста чудесно рассказывают великолепные ролики пилят очень много иронии очень много такого юморка именно ироничного такого чуть чуть более менее циничного и вот как бы интересно рассказывают при этом то есть о виде спорта в котором нет ничего абсолютно интересно ну я понимаю что меня и ребята сами покойники формула один час сожрут вот но формула один и индика если сравнивать то в качестве подачи шоу индика жну на порядок лучше то что вы то что вы как бы привыкли то что вам же спирали то что вам это ближе доступно то что вам это уже лет двадцать 30 уже даже почти пихают с телеэкранов потому что у нас формула один показывается в отличие от индикара который показывается но показывается где-то там и не всем доступен как оказалось в итоге потому что он не вроде доступен посмотреть я не могу я бы с удовольствием смотрел гонки индика вот как бы в такой ситуации как бы получается барзыкин до выезжает на том что миллионы людей смотрят футбол любят футбол выезжает он на бы для тени по сути причем скет эксперт он довольно низкого уровня не знаю почему может быть он когда-то был лучше может ему сейчас стало просто пофигу но его вот это вот к в каждом ролике все мудаки все козлы все вот тут все тупые ничего не понимают один я хороший и вот ребята как наоборот все хорошие все четкие как бы мы все мы за всех горой формула один и так наши все автоспорт в общем-то по большому счету но зато передачи вот как бы у меня просто интересно наблюдение такое появилось что последние годы уже мне мне первый год много интереснее смотреть аналитические программы намного интереснее смотреть какие-то вот такие вот каналы на ю тубе около около спортивные помои где полоскают грязное белье где скандалы где какие-то не знаю там постоянные истории каким-то рассказывают я уж молчу про то что ну ладно хорошо это мое личное мнение поэтому для меня не существует футбольного сезона кроме как сезон трансфера когда можно послушать кто куда чё куда перейдет потому что глобально это на картину мира никак не повлияет барселона бавария ман сити может быть если повезет ливерпулю ливерпуль ювентус париса сан-жермен и в россии ну если все плохо не будет там если не лохануться в очередной раз то зенит то есть на картину мира это вообще никак не влияет абсолютно там кто там куда перешел зачем за сколько денег 50 100 200 миллионов такая разница по большому счету все равно будет победитель один и тот же вот такая же картина складывается формуле 1 какая разница кто там куда перейдет что там случится какое будет не знаю там технический регламент или что-то еще льюис хамильтон будет чемпионом потому что других вариантов нет и вот по большому счету последнее время складывается такая ситуация что а ведь смотреть передачи стала действительно более интересным даже не передачи даже youtube каналы бы банально потому что давайте ради какой-нибудь там гран-при с алексеем поповым я в жизни смотреть не буду именно потому что из-за человека честно вот из-за человек просто из-за человека на наталью я бы с удовольствием посмотрел на на него самого не хочу смотреть и вообще такая ситуация у нас складывается знаете в целом многие каналы даже даже ник с манера его подачи не честно говоря как специалист он мне нравится а вот как точнее та информация которую подает нет не очень вот мое мнение лично но в целом вкладывается такое впечатление что вокруг профессионального спорта намного сейчас выгоднее устраивать скандалы там не знаю инстаграм какие-нибудь истории войну в твиттере каналы запиливать и зарабатывать на них деньги но потому что сам спорт уже давно не имеет никакой абсолютно соревновательной составляющих себе я размышлял целое видео делал где пытался объяснить что в автоспорте нет спортивной составляющей вообще гонки до автогонки можно сказать ну потому что они гоняют ну не ездят же нельзя назвать это есть ну хорошо автогонки они они авто гоняют гоняют авто согласен но называть серьез бланпа серии гонками а нет соревнованиями или автоспортом формула-1 спортом что еще что-то в последний год наверное даже в этот в этом году ну хотя нет не могу все таки сказать оскар так что еще соревнования прототипов век целиком автоспортом нельзя назвать соревнования даже не знаю до любую gt серию возьми тсиар возьми любой то есть то там ну то есть машина настолько перестали уметь обгонять не гонщики машины друг друга что некоторых то есть что приходится делать что вместо того чтобы люди соревновались друг с другом вместо того чтобы технологии развивались поскольку это сейчас все дорого и нет смысла их развивать давайте сделаем что давайте пускай гонщики борются с не знаю там с недостаточно с недостаточным количеством покрышек на на и weekend с ограниченным количеством покрышек точнее с лишним весом с какими-то с пенальти за успех с перевернутой решеткой и причем в сериях где обогнать вообще невозможно например таких как wtc а вот wtc а просто печально вообще смотреть если раньше было вообще печально смотреть когда даже с перевернутой решетки ситроены там не знаю с восьмого места просто проезжали всех и уезжали это было вообще печально сейчас менее чуть 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 менее печально сейчас как бы эти бывшие volvo тип которые link in co теперь уже не могут они каких поставили на их место там добавили 50 килограмм там или 100 килограмм веса ну а чего немного выигрывают допустим как они поставили последними так они и едут и вот этот поваровозик 10 11 там 12 13 кругов все где тут спорт спорт где тот же футбол тот же самый футбол где тут какое-то соревнование соревнования за второе место как увлекательно не то чтобы я не говорю что это не то чтобы я говорю что это не нужно вопрос том что понимаете вот как например возьмем для примера в данном случае великобританию посмотрим на британский чемпионат в котором там не знаю пятая или шестая команда может позволить себе купить за 90 миллионов игрока и при этом плестись по прежнему на на четвертом тире седьмом месте обалденно интересные соревнования то есть сколько не вкладываю понимаете а от этого ты даже там грубо говоря на подиум не попадешь медальный зачет чет что не делай офигенно интересно безусловно это прям так волнует но не знаю то есть я понимаю конечно что есть и миллиарды поклонников у футбола и миллион сотни миллионов поклонников формулы 1 но на меня это производит крайне удручающее впечатление когда из автоспорта делают даже не средства зарабатывания денег даже не шоу а когда его превращают просто дойную корову для людей которые зарабатывают на работягах на простых людях еще вообще как бы глобальном смысле даже если взять просто противостояние что люди скорее зарабатывают на этом чем чем это является спортом просто понимаете как бы вот ребята да они мне на этом зарабатывать хоть это им и нравится но они на этом зарабатывать самые слики кто там еще других я просто не смотрю не знаю кто у нас размышляет кто у нас еще есть про футбол размышляет кроме борзыкина и колесника ник все зарабатывают на этом деньги и получается что из этого сделали дойную корову на которой спорта в целом сделали дойную корову на которой зарабатывают все кому не лень в том числе и футболисты естественно но только вот к спорту это уж давным-давно отношение прямого не имеет никакого абсолютно вообще то есть напрямую никак не связаны эти два события это не спорт это не соревнование когда там нет соревновательной составляющей и в случае с автогонками это наглядно демонстрируется прям вам пихают в лицо это сколько лет ну да действительно сколько раз сколько раз станет чемпионом льюис хэмилтон как правильно ребят сказали на него наверное давит вот это вот что он на самовозной машине не знаю кто реально я не говорю что хэмилтон плохой гонщик он все-таки в конкурентах более-менее еще условиях выиграл чемпионат один но серьезно рассуждать о том хороший гонщик или плохой он гонщик или не знаю там что-то еще может он лучше фетеля может хуже фетеля невозможно по одной высокой простой объективной причине потому что просто элементарно нет никакой конкуренции вообще никакой в этом виновата ferrari то есть ну как бы но даже бы была бы ferrari конкуренция двух команд чемпионате где гоняются 20 машин две машины всерьез претендуют на чемпион с два человека сейчас претендуют на чемпионство обалденно крайне интересно обращаешь внимание в то же время на инди кар где до последнего этапа до последних этапов могут претендовать там не знаю 4 5 6 иногда кончиков на чемпионство это раньше заканчивается и да нет но там нет никакого вот сто процентов чемпионом там станет один человек какой-то тоже пятикратный чемпион этот господи зеландец там забыл вот так вот вылетает с головой скотт диксон он пятикратный чемпион поймем поймите он заслужил свои титулы при том что ганасе представляет ему машину хорошую потому что там не знаю спонсорство хорошее не знать что скотт диксон ездит на самовозе и там него и лучшая машина в пелетоне то нет последние два титула это не был самовоз абсолютно это опыт это менее такие условия сложились мы смотрим на формулу 1 мы смотрим на какие-нибудь гонки gt на гонки wtc на гонки особенно века которые пытаются реанимировать понимаем что это уже не автоспорт нет понимаю что никто этого не поймет всем пофигу абсолютно ты что он обижаешь формул один обижаешь пол обижаешь века обижаешь там еще кого нибудь для меня важно чтобы было с конкурентная борьба понимаете даже когда какой-нибудь там не знаю какую бы команду вспомнить лишь е было формуле 1 что там еще было из таких совсем уж полумертвых команд лола было помнится еще какая-то команда такого же класса тогда понимаете ну как бы при том что были ну тотальнейшая вообще днище команды с никакущими двигателями но при этом была борьба была борьба был была возможность там у пяти шести гонщиков выиграть гонку пасть на подиум соответственно еще у большего количества была интрига был интерес была соревновательная часть сейчас я не знаю я не понимаю что интересно что что как бы люди смотрят ради чего формула 1 вынесет кого-нибудь ферстаппин или там серхио перес или еще кто-нибудь кого-нибудь страссы может вынесет а может и нет шансов не так уж и много слишком все дорого и все должно быть аккуратно все должно быть политически корректно мягко приглажено то время как в том же на скале например при том что это примитивнейшие гонки примитивнее некуда вообще нет никакой интриги блин ты смотришь каждую гонку и точно знаешь что одна авария будет кто-нибудь да развернется а если ты смотришь какой-нибудь xfinity он ничем не уступает по смотрибельности абсолютно и по соревновательной части и по авариям и ты смотришь те же самые инди карта иногда у них бывают самовозные гонки где ты просто старта до финиша доезжаешь крайне редко но бывают а ты смотришься в то же время как бы другие гонки и ты видишь что есть и и трагедии исходы и поломки аварии и обгоны соревновательная часть присутствует ну как бы окей ладно я могу допустить но почему я начал в общем-то с морзыкина понимаете еще есть такой нюанс один что вот как бы люди которые приходят к борзыкину на стримы явно себя считают каким-то не знаю либо быдлом себя считают либо относятся к себе так наплевательски то есть они приходят поугарать насколько там как бы насколько там тонка грань между теми кто приходит поугарать над борзыкиным над самим и между теми кто приходит серьезным серьезной мордой послушать футбольного эксперта и посмотреть как он бухает пивкой и курить сигареты а ну и размышляет не в попад о том в чем он очень очень плохо понимаете при этом всех посылая всех обзывая всех матеря и так далее то есть потом ты смотришь на абсолютно прилизанного хорошего доброго улыбчивого алексея попова который вообще не приемли друг чужого мнения вообще на всех пофигу ему глубоко наплевать я понимаю что за последние там 10 лет примерно его уже просто достали этим что она нахрена нам формула-1 нахрена мы это показываем ради чего мы выкидываем такие огромные бабло-баблище ради чего мы как бы выкидываем столько бабок на трансляции того что даже к спорту никакого отношения уже давно не имеет могу понять как бы с одной стороны с другой стороны человек неприемлемый друг чужого мнения постоянный конфликт эгоистичный само влюбленной наплевать ему по большому счету на всех кто с ним не согласен обалденная точка зрения без да обалденная позиция то есть и получается что у нас не спорт уже теперь профессиональный дойная корова из которой все кому не лень дует бабки дует бабки а потом ходят и с умными лицами как егоров например да со спорт экспресс рассуждает а чужина с футбол не развивается почему у нас деньги не доходят а почему то почему почему клубы умирают да потому и умирают что к спорту это больше не имеет никакого отношения как только перестают донатить как деньги не нет смысла но нет денег который можно распилить то и пошло но все баню он пусть прозябают там не знаю где нибудь в любительской лиги да и ладно не будет спартака там и хрен с ним не будет там краску бане да и фиг с ней имеет ли это какое-то отношение там не знаю какой-нибудь клуб в англии в британии разоряется на грани разорения но там богатые люди в них есть мозги чтобы купить блин акции собственного клуба для ради того чтобы он просто не умер и просуществовал еще немножко поагонизировал но это же круто да то есть ложится в хрен знает во что денег же много но пусть тратят их деньги делают что хотят вот мы заменили спорт нашел и то что сейчас бои без правил популярные то что уже многие годы десятилетия даже бокс приносит больше денег чем ежедневные даже тренировки работа над собой там знаю разработка стратегии тактики 90 минут бегание по полю ну а там вышел дал пару раз по морде чуваку и все и ништяк это это круто это это спорт там есть соревновательная часть офигенная соревновательная часть ну да там же мы мои там там тоже очень сильная соревновательная часть прям прям куда обдеваться прям никто не знает победителя до до того как он как его объект конечно но по большому счету для нас теперь спортсмены это просто шуты извиняюсь шуты шуты гладиаторы и не знаю кто там еще кем кем еще не знаю клоуны на арене то есть мы на них не смотрим больше как на спортсменов да все декларируют что мы смотрим на не как это наши горды спортсмены там все такое да нифига все что вас интересует это там не знаю три месяца обсуждения кто кому морду набьет пять минут бои поднабил один другому морду наш победил ништяк то же самое с футболом грязное белье вокруг все перемывания заработок на этом это примерно то же самое предвкушение намного интереснее чем соревновательная часть я не спорю сейчас многие могут поспорить что у нас нет какой-то там чемпион определяющийся там автомату ты не понимаешь какой зенит и посмотри кто был чемпионом два прошлых года да 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 я еще раз хочу повториться если бы не было управление зенита кучки бестолковых что еще раз подтверждает что вокруг футбола сейчас одни бестолковые люди бестолковых менеджеров зенит без шансов был бы чемпионом нашей страны бессменно примерно как баварии сейчас германии вина это баварии в каком-то смысле да потому что бавария барселона наверняка манчестер сити пассаже манчестер юнайтед реал кто еще ювентус кто-то еще наверняка все эти клубы продавливают решение о ведении финансов фэрплей все эти клубы за просто заливают банальным баблом все что угодно на своем пути особенно это делают бавария особенно это может сделать манчестер сити пассаже без проблем это может сделать барселона ну и уж я про я вообще и на этой как бы почвы как ну то есть мы не знаю я помню времена когда валенсия становилась чемпионом депортиво кто там еще становился чемпионом ну да вот есть лестер стал чемпионом внезапно без рыбе отлично чел поздравим лестер как там говорили перед первым чемпионством пассажир последний чемпион до до эры пассажир просто теперь нет вариантов пассажир будет чемпионом всегда . ну да по франции это не имеет значения я понимаю франции это не про чемпионство про франции это про то чтобы вырастить футболистов продать их подороже опять же все вокруг все ради бабла тут нет никакой спортивной составляющей и все вот сидят на этом как дойным как на дойной корове не знаю но понимаю что даже те же самые ребята я и я я именно конкретно вот этот я описывал что неправда там автоспорт типа вид спорта вовсе очень даже интересные не то чтобы наша передача намного интереснее намного интересней youtube канал формула для всех чем в формула 1 порядок личное мнение естественно понятно чтобы большинство это что это же круто и все такое формула 1 это не соревнование black это не соревнования в больный чемпионат это не соревнование чемпионат мира чемпионат европы не знаю насколько это соревнования даже насколько это про политику скорее ну это само собой то дойная корова самая большая дойная корова чифа и и уэфа чемпионаты национальные это почти всегда не про не про соревнования это про доминирование нет безусловно кто же спорит для того чтобы доминировать нужно добиться такого уровня чтобы доминировать но если получается все залить баблом то как бы зачем вообще напрягаться шансов ни у кого нет то есть я просто даже по диксону смотрю что он просто опытом всех задавливает и баварии диксон в любой вообще тупиковой ситуации добиваются результаты но при этом на диксона можно смотреть на его окружение можно смотреть на чемпионат германии смотреть невозможно это причем один из любимых моих чемпионатов но смотреть на это просто так чтобы узнать кто вылетит и кто на втором месте ну как-то занимательно действительно лига чемпионов стало то же самое чемпионатом очень богатых и сверх богатых команд даже я аякс даже успех аякса это большие вливания денег по св не смог добиться это аякс смог вложить большие деньги инвестировал не только в игроков но и не только своих игроков которые доморощены но и в тех кого они купили поэтому размышление о том что размышление на таких каналах как бы они стоят намного дороже и надо как-то не знаю хотя бы к себе с уважением относиться если уж ты поклонник спорта то вот вот ребята вот ребята рассказывать интересно весело с иронией есть что послушать всегда да у них свое собственное мнение да они его будут преследовать всегда что формула один из the best типа того но вот меня как бы задевает отношение таких людей как барзыкин к своим главным зрителям которые для него судя по всему быдло такое с подзаборная где-нибудь сели на лавочке там с семечками с сигареткой с пивком мы смотрят его на мобильнички сплевывая матерять периодически как бы настолько неуважительно относиться к своей аудитории я просто не понимают но я еще больше не понимаю тех такое смотрит и это не это не из разряда все пропало и все плохо нет ни в коем разе это из разряда того что есть факты я его констатирую не более того это не моя вина что баблом уничтожили последние годы все что жили киноиндустрию шоу индустрию спортивную индустрию всю уничтожили что там еще у нас можно привлечь сюда заодно индустрию моды человеческие отношения все все ради бабла все баблом залили все всего откупаемся все променяли на бабки и рады радоваться что все такое крутое все такое бред полнейший насколько надо неуважительно к себе первую очередь относиться чтобы воспринимать это как что-то серьезно насколько бы я как бы не любил когда-то автоспорт и и футбол к футболу я интерес уже давно потерял к формула к формуле 1 еще еще более давно благо выручают некоторые соревнования которые без слез тоже иногда нельзя смотреть но в основном они интересные захватывающие ну и безусловно они еще футбол смотреть не знаю либо я как-то перерос это либо для меня это стало скорее как-то разочаровало что то есть луч не чемпионы все футбол говно так то по-любому этого мне внутренние обиды говорит и зависть по-любому хочется очень хочется так думать самом деле нет самом деле просто исчезла соревновательность и самое главное что около футбола стал намного важнее для людей чем само соревнование и это явно показывает и отношение к тренерам и и травля футболистов и постоянные скандалы с футболистами связанные футболистами или тренерами или владельцами или менеджерами развязываемые скандалы и около футбольные скандалы даже та же ситуация смываемого Кокориным понимаете в ситуации когда у нас настолько все плохо с моральной точки зрения что понимаете когда стрельцова садили я еще понял почему он вернулся в футбол и стал великим футболистом я прекрасно это понимаю но когда чувак избивает другого человека грубо причем не как мужик один на один даже толпой набрасывается как шакал еще есть люди которые всерьез готовы поддержать этого человека который не раскаялся ни капельки есть есть люди которые готовы поддержать его готовы платить ему зарплату готовы ходить на футбольные матчи с его участием и так далее и тому подобное а куда мы катимся вообще что будет дальше и вот меня как бы это раздражает потому что я такого такое общество склонно к падению это как сейчас в америке многие американцы консервативные возмущаются тому что вот детей развращают одевают их там сексуализированные костюмы выпускают их на сцену а потом я захожу к нему на страничку и у него там то раздвинутые ноги какой-нибудь девки голые сиськи голые письки секс ролики и так далее и так далее и это все длится не с сегодняшнего дня это все длится с 60-х с 70-х может быть годов то есть 50-60 лет вы вот этим пичкали людей ты сам это поддерживаешь а теперь ты удивляешься почему и как а вот так понимаешь вот так чему тут удивляться если вы сами готовы хавать любое но которое вам дают ну как бы как бы личный выбор каждого на этом наверное все